В Тверской области погода бьёт рекорды. 18 мая столбики термометров преодолели отметку в 31 градус выше нуля. Однако на смену июльскому зною может резко прийти и майское похолодание. Такие температурные качели не могут не сказаться на метеозависимых людях. Держать ли руку на пульсе в буквальном смысле слова тем, кто реагирует на такие перемены? Об этом мы расскажем в следующем материале выпуска. Как водичка? Хорошая. Уже купаться можно спокойно. Бодрит. А сколько примерно градусов? Не знаю. Не могу сказать. А не рановато сезон открыли? В самый раз. А первый день купаете, Серёжа, второй? Сегодня второй раз уже за сегодняшний день. Жители Твери уже в середине мая открыли пляжный сезон. Жаркая погода в это время случается в наших широтах не так уж и часто. Порой в летние дни позагорать и искупаться удаётся не всегда. 18 мая температурные показатели били столетние рекорды. Столбики термометров показывали 32 градуса. Горожане потянулись к воде освежиться в матушке Волги да погреться на солнышке. И хотя сегодня уже около 25 всего, но любители солнечных ванн не спешат покидать берега Великой Русской реки. Стою с зонтиком, вот и меры предосторожности. Могу маслом намазаться иногда. Стараюсь не в агрессивные, около 12 часов не выходить. Температура воды всего в 13-17 градусов кажется вполне комфортной. Хотя врачи говорят, что резкое перемещение из 32-градусной жары в воду, где меньше 20, попросту опасно. Особенно для людей, в чьём анамнезе есть хронические заболевания. Возникают головные боли, головокружение, повышается или наоборот понижается артериальное давление. Повышенная тревожность, раздражительность, беспокойный сон характеризуются внезапными ощущениями потливости. Вся симптоматика появляется в течение нескольких суток до перемены погоды и спустя какое-то количество дней после изменения погодных условий. При таком раскладе лучше оставаться дома. Абсолютно здоровым людям тоже не рекомендуются прогулки без головного убора. Не стоит забывать, что и майское солнце считается опасным из-за высоких показателей индекса ультрафиолетового излучения. Кожа и глаза должны быть под защитой. Впрочем, времени у купальщиков на первый в этом году заплыв остаётся немного. Уже к выходным синоптики прогнозируют понижение температуры до своей климатической нормы. Будет неустойчивая погода. Начиная с четверга дожди разной интенсивности. Ночью температура 11-16, днём 18-23. В пятницу ночные температуры 7-12 и дневные температуры 15-20. В субботу температура ночью плюс 3-8 градусов, но и днём тоже не выше 13-18 градусов. Возвращение температуры от рекорда к норме или так называемые климатические качели обязательно скажутся на метеозависимых людях. Это может привести к перепадам артериального давления, это может привести к судорогам, это может привести к обострению заболеваний дыхательной системы, заболеваний костно-мышечной системы, но и сердечно-сосудистой системы в том числе. В такую погоду в первую очередь всё же стоит ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, принимать все препараты, назначенные лечащим врачом. Ещё рекомендация убрать из рациона сладкое, мясо, газированные напитки и алкоголь. Важно соблюдать питьевой режим, выпивать в жару не менее полутора литров чистой негазированной воды. Да и с купанием лучше не торопиться, а дождаться лета, когда по сезону установится жаркая погода.